здравствуйте подписчики а также гости моего канала наконец-то у нас уже сделали вспашку огорода есть нюансы конечно по ним сейчас я расскажу но так как в наше время сейчас не приходится перебирать трактористами и к тому же у нас затруднено заезд именно трактора на наш огород так как у нас заезд идет только от соседей это один заезд и второй заезд у нас с другой стороны то есть а мой огород находится вот как раз по центру поэтому здесь выбора нет и кто заезжает мы уже рады чтобы вспахали в этом году были сильные дожди осень всю лило и очень много сорняков наросло вот они вспахались частично что-то вымерзнет за зиму частично конечно останется но после фрезеровки тут уже будет почище вышла сейчас в огород мне требуется теперь заделать ямки сейчас покажу вам вот такие ямы получаются от трактора то есть вот этот надо будет сюда вот загрести для этого я взяла грабли то есть таким образом то что с кучей и буду загребать сюда и помимо всего в этот раз мне сделали вспашку от центра вообще я просила сделать у нас каждый год мы меняем вспашку то есть у нас идет отвал допустим в прошлом году отвал сошел на эту сторону я просила сделать отвал на эту сторону но получилось так что у меня межа осталось ровной и там и там но получился ров сильный посередине и он получился даже не один а как бы тут его вот с этой стороны даже два наверно камера все-таки не передает этот эффект чтобы было видно и есть нюансы в конце огорода что покажу вам ну вот собственно этот самый ров решила показать поближе подошла к центру который придется заделывать и плюс ко всему здесь еще вот конечно часть участка вот колесо продавило участок не знаю насколько она здесь утрамбовала землю до твердовато будет еще нужно будет пройти по огороду собрать картофель который вот выпахали он попадается здесь довольно таки часто потому что где-то плохо выбирали где-то когда выпахивали мотоблоком немножко могла фреза пройти мимо и картофель остаться в земле так и вот собственно подошла уже к оконцовке огорода что мне здесь вот не понравилось не понравилось то что обычно трактор еще должен проехать когда пропахивает они еще делают вот такие вот поперечные в конце пропахивания а здесь получилось я даже не могу понять почему так то есть до половины до центра вот этого рва пахоты здесь было пропахано тут вот нужно будет этот центральный ровчик вот этот вот за грибу а эту сторону получается вот эту половинку здесь тракторист не прихватил вот и остались такие полозья ну в принципе сначала я думал что я буду вилами здесь немножко рыхлить но потом сестра мне говорит ну а смысл тебе здесь в конце утруждаться и прокапывать принципе так я и подумала действительно здесь я сейчас просто заровняю и что я еще хочу сделать в этом году так как я уже в ранних роликах озвучивала что следующем году уже брат не будет сажать картофель а он сажал всегда эту половинку а для меня этого участка довольно таки много поэтому буду подсаживать дальше продолжать сад каким образом я думала продолжать продолжать то ли вон там сейчас чуть дальше пойду и покажу вам просаживать помню поза межой от соседей продолжать ну и решила также немножечко увеличить этот участок здесь у меня посажены по одному ряду у меня сидят груши далее два ряда идет яблонь следующий ряд у меня идет фундук орех ну а дальше уже пошли черешня и персик вот этот участок значит я продолжу мне нужно будет купить еще одну грушу две яблони также рядом продолжить и думаю наверное еще приобрету фундук если даже не приобрету в этом году оставлю место может быть на следующий раз что же мне еще хотелось здесь досадить на данном участке здесь у меня сидят 4 черешки далее я покупала еще в прошлом году подсаживала это вот эти черешинки у меня уже по два года это с прошлой осени она у меня не перезимовала но от нее пошел вот после прививки то есть не до прививки а после пошли два отростка я надеюсь что они выживут посмотрим пока оставлю название наверное уже до название уже стерлась не сохранилась в питомнике приобретала а это черешенка у меня полностью не пережила то есть вот сухая и от нее отростка не пошло здесь так это тоже прошлогодняя живая в этом году я даже не делала обрезки вот кстати надо мне будет обрезать макушечку чтобы формировался формировалась крона дерева и также две колоновидные вишни это я приобретала в прошлом году вишенки нормально вот такая у нас она получается наверное генетически заложено именно эта вишенка должна вот так формироваться вот два сорта вишенки ну а здесь были мои саженцы выжила только слива подсаживала я еще персик подсаживала я по моему абрикосы да это вот не выжили с осени потом весной еще подсаживала и весной были заморозки тоже заморозки и которые к сожалению убили молодые саженцы свежепосаженные поэтому за лето я не стала его ничего больше здесь высаживать оставила на осень получается по этому ряду где у меня идет ряд персиков раз два три четыре это все мертвое нужно выкопать у меня есть саженцы персика сама выращивала с косточки с прошлогодней вот как раз эти четыре обязательно я пересажу ими ну и дальше я хотела еще продолжить вот сад собственно вот он у меня получается на моем участке как бы буквой г то есть за от огорода обсаживаю и вот буду идти вот так вот дальше почти до самого конца но в этом году я не знаю сколько я осилю сколько я посажу в принципе саженца персика у меня достаточно возможно я что-то еще подкуплю в питомнике ну возможно она может хорошенько какую-то вишню не знаю принципе черешни у меня сейчас да вот еще вишенку и черешню нужно мне купить заменить вместо сухой черешенку одну точно и наверное может быть еще пишу ну это я еще подумаю поэтому вот здесь мы продолжим и вот какой шикарный ковер у меня получился из белого клевера клевер покупали семенами изначально у меня вот дала сестра у нее оставались она покупала себе на участок и вот кусочек вот такой мне хватило там буквально жемка семян вот на вот этот участок чтобы мне засеять вот остальной я приблизительно посмотрела мне жемки семян хватило на вот такой вот участок даже не знаю сейчас показать вот так более панорамную съемку сделаю то есть вот на такой участок я посмотрела приблизительно по размеру сколько у меня участка осталось и на рынок приходила покупала жемками семена белого клевера не дешевые поэтому они в разы дороже обычного и поэтому лишнее мне покупать не хотелось кстати вот что хочу сказать клевер мне очень понравился я не знаю как дальше может быть я в дальнейшем разочаруюсь но пока очень все мне нравится даже он когда сходил а были такие проплешинки здесь вот на участке но со временем он срастается что-то насеивается вот они отцветают семечки что-то частично вот он имеет такую форму но вернее не форму а структуру вот такого размножения видимо и коленочками ложится на землю и получается эти коленочки прирастают и дальше 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 не расползаются и вот такая густая масса получается скашивала я эту траву буквально не сильно то есть если обычные сорняки мы косим прям наголо то это вот так поверхностно как бы скашиваешь и очень красиво смотрится как газонная трава поэтому такие моменты еще потребуется мне конечно теперь делать обкопку именно вокруг стволов потому что хоть я села старалась не затрагивать именно приствольный круг деревья но вот по ходу получается видите как она сюда заходит ну ничего страшного в принципе это но целом конечно мне это все нравится ну что сегодня обещают конечно дождь сейчас что успею здесь разровняю также еще нужно подготовить там в конце у меня площадь под чеснок и при хорошей погоде еще посадить мне нужно будет высадить есть чеснок ну а на сегодня это все ставим лайки пишем комментарии и до новых встреч пока пока